Матч начался в размеренном ключе и долгое время ни одной из команд не удавалось завладеть инициативой. Однако ближе к концу первой четверти гости ушли в небольшой отрыв и смогли создать себе небольшой задел 8 очков. Вторая четверть прошла практически в равной борьбе. В какой-то момент нашим баскетболистам удалось сократить отставание в счете 27-31. Однако гостям в концовке вновь удалось прибавить и победить и во втором периоде 15-17, а общий счет после первой половины игры стал 33-43 в пользу Динамо МГТУ. В первую очередь нужно добавить безусловно в защите, а тренера услышали, что нужно сейчас нам изменить конкретно на площадке. Тренер нам дал новую установку, выйдем сражаться как при счете 0-0. Третья четверть началась с уверенного трехочкового броска в исполнении баскетболистов Эльбруса, но гости не отставали и отвечали своими точными бросками. Но в какой-то момент игра у наших ребят совсем разладилась, а гости напротив поймали кураж и за три минуты до конца четверти довели отрыв до 23 очков. Тренерский штаб Эльбруса брал таймао, чтобы как-то сбить атакующий порыв гостей, производил замены постоянно от свежей игроков на площадке, но, к сожалению, третья четверть была провалена 12-25, а общий счет после трех периодов стал 45-68. Все надежды болельщиков, собравшихся в этот вечер, были обращены на четвертую четверть с верой в то, что наши баскетболисты смогут перевернуть ход матча в свою пользу. И в какой-то момент наши ребята действительно заиграли быстрее в атаке и надежнее в защите, линжили гости, и смогли выиграть стартовый отрезок периода 16-6. Гости тут же взяли тайм-аут, однако сразу после него еще пять очков набрали баскетболисты Эльбруса, сократив отставание всего до 8 очков. Однако опыт возрастных баскетболистов «Динамо МГТУ» пригодился в нужный момент. Гостям вновь удалось выровнять игру и сохранить комфортный отрыв. Как итог, поражение Эльбруса 73-85. Мы были сегодня более дисциплинированы, особенно по игре в защите. То есть то, что получалось нападение, ошибки, не ошибки. То есть именно целиком мы были более дисциплинированы и более надежно играли. Лучшими по набранным очкам в нашей команде стал Леонид Никитенко, 17 очков. А в команде гостей в этот вечер блеснул Николай Еремин, набравший 32 очка. Свой второй матч команды проведут 29 января.